Приветствую вас, аноним. Хотелось бы, конечно, понять, почему аноним, ну, почему вы свой вопрос задаете анонимно, вот. Хотелось бы обращаться к вам по имени, но вам. Смотрите. Вы пишите временно, приехала жить с бабушкой, так как уволилась с работы, думала, возьму тайм-аут, неспешанная доработка, которая будет нравиться. Смотрите. Здесь уже интеллект. Потому что, ну, вот, то, что вы говорите, да, однозначно, что вы ранее работали там, где вам не нравилось, почему-то. То есть, вы как-то вот пришли, да, к тому, чтобы работать, ну, вот, на работе, которая вам не нравится, но как-то вы себя здесь проигнорировали свои-свои чувства, да, вот. Вот. Вы проигнорировали то, что вам хочется, проигнорировали то, что вам интересно, ну, и, соответственно, почему-то, вот, стали работать там, где вам, ну, вообще-то говоря, да, не по душе. Вот. Это первое. Второе. Сдала свою квартиру и переехала к бабушке. Ну, смотрите, ответ, вообще-то говоря, не очень понятно, чего вы ждали от своей бабушки, о бабушке, потому что бабушке человек, как бы, не слабый. Вот. Совершенно очевидно, да, и, в общем-то, чего вы от нее ждали. Может быть, вы, может быть, ну, не так хорошо знаете ее, что вот, ну, не ожидали того, что она будет иметь какие-то взгляды на ситуацию, о которой вы напишите. Вот. Либо что-то еще. То есть, здесь, вот, ситуация, на мой взгляд, не совсем ясна, не совсем понятна, чего вы ждали от своей бабушки, чего вы ожидали от своей бабушки. Вот. Присловие, что она, ну, очевидно, что вы, как бы, были в курсе, что это за человек. Так. На прошлой неделе, как бабушки начали ругаться по бытовым вопросам, пишите вы. Ну, а здесь я могу вам сказать, опять же, какой момент, что начали ругаться, вот, то, что вы говорите, да, что надо ругаться, это вы, к сожалению, не говорите ничего этим. Потому что ругается она, ругаетесь вы, это понятно. Очень важно понимать, почему ругаетесь вы. То есть, какова ваша ответственность в конфликте, в ссоре, в данном случае. Вот. Именно, какова ваша ответственность? Почему вы ругаетесь? Почему вы, получается, воспринимаете бабушку свою, как равную себе? А то есть, вы воспринимаете ее всерьез, воспринимаете ее всерьез почему-то. Вот. Хотя бабушка пожилой человек, вы ее внучка и очевидно, что более молодая, более детская. Вот. Почему вы воспринимаете бабушку, как, настолько вот, серьезного соперника, настолько, а-а-а-а-а-е, серьезного оппонента, что, с ней, вот, можете, там, позволить себе ссориться, грубо говоря, вот. В тот очень важный момент, на который вам необходимо найти ответ. О чём вам стоит подумать. Дело в том, что я в 12 лет жила одна самостоятельно. Сейчас у меня произошла такая ситуация, что пришлось пожить бабушкой. Но тут вы почему-то постараетесь. Заголовку вы написали то же самое. Я провекла готовить только для себя и убирать только для собой. Аноним, ну, смотрите. Вы пишете, у меня произошла такая ситуация, что пришлось пожить бабушкой. Мне кажется, что вы здесь пребывали в этих иллюзиях. Во-первых, относительно того, что случилось с собой, да. То есть вы уволились. Это результат ваших действий. И того, как вы его выстраивали в отношениях в коллективе. А во-вторых, приезжая к бабушке, ну, очевидно, что вы, наверное, не могли жить так же, как жили до этого. Я провекла готовить только за собой, а брать только за собой. Мне просто кажется, что я не ем столько и не мусорю так, чтобы целом днем готовить и не выбираться. Ну, опять же, это... Больше, скажу, какой-то протест по отношению к бабушке. Когда жила одна, готовила на неделю. Хватала, выбиралась на неделю раз. А Бартака никогда у меня не было. Ну, так готова еще ли одна. А сейчас вы живете у бабушки. А то немножко не то же самое. Почему вы сравниваете, не совсем понятно. Сейчас я прям как проклад и из-за того это живая квартира. В смысле? В смысле? В смысле? Она меня покрыла модом, что я ничего не делаю дома. Что прислать на счете, все такое прочее. А как вы договаривались? Как вы обговаривали свое совместное проживание? Вот. Она от вас что-то требует. То есть тут необходимо научиться бесконфликтному общению. Например, я сообщение почитаю в интернете об этом. У меня депрессия начала жутко. Из-за чего? Из-за этого столбая исходят инвестирование. Просто когда дома гнабят, начинают чувствовать себя беспомощные. В смысле? Какая здесь связь? Дома. Что есть дома? Если вы привык лечить одна? Как-то странно, если вы реагируете на дочь, то вас гнабят дома. Это первое. Второе. Опять же. Почему бабушка вот принимается вам серьезно? Депрессия это заболевание психическое. Поэтому вам нельзя обратиться к врачу, если есть подозрения на депрессию. Сколько работа навести не могу, не могу выбраться из этого дурдома. Помогите с советом. Тоже жить не хочется. Разбираться себе нужно. Вам аноним. Через психотерапию. Вот. Там все. У вас здесь явно. К вершине Гайберга. То, что вы описываете. Здесь вот так не вернись к себе. Паника, страх, тревожность. Вот. Ожидание. Жертвенное. Вот. Скандалите. То есть проблемы с личными границами, с сближением. Все это нужно поисследовать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Продолжение следует...